Здравствуйте, я Александр Герасименко. Давайте вернем хорошую традицию моих ответов на ваши вопросы. Пишет мне сегодня Михаил. И кстати, если какие-то видео вы не находите здесь, на канале YouTube, можете зайти ко мне на сайт askalex.ru и во вкладке видео есть закрытые видео. Те видео, которых нет здесь, на этом канале, на YouTube. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Расскажите, пожалуйста, про холодные звонки. Работают они или уже сдохли окончательно? Если работают, то как их правильно делать? Год назад мои клиенты обратились в телемаркетинговые агентства с просьбой сделать за них обзвоны. Было заказано 10 тысяч минут звонков. Четыре индустрии. Индустрия продажи стройматериалов, продажа освещения, продажа агентств в продвижении в интернете и продажа украшений оптом. Никто из этих компаний не добился результатов, кто захотел повторить. Многие подумали, что холодные звонки сегодня существуют, чтобы они зарабатывали те же самые телемаркетинговые агентства и перестали заниматься холодными звонками. Тем не менее, что привлекало нас? Нас привлекал очень низкий CAC – Custom Acquisition Cost. Это стоимость приобретения клиента. Сегодня сумасшедшая стоимость приобретения клиента в Яндекс.Директе. Недавно мой знакомый, хороший ведущий на свадьбу, рассказал мне, что по запросу ведущий на свадьбу Москва, он платит 800 рублей за один лишь клик. В Фейсбуке один клик для нецелевого трафика стоит 50 рублей. Звонок холодный совершенно бесплатный. Вот это CAC – Custom Acquisition Cost. Просто сумасшедшая манящая вещь в холодных звонках. Тогда вот что мы сделали. В двух из этих компаний мы решили построить наше собственное отдело холодных звонков. Это было сделано примерно 3-4 месяца назад. И сейчас уже, проецируя нашу прибыль в будущее, можно сказать, что если все будет типа плана, то эти компании выйдут в прибыль где-то около миллиона долларов. Каждый из них благодаря этому отделу холодных звонков. И сегодня я скажу вам о том, как мы этого достигаем. Во-первых, что мы сделали? Мы осознали три самые главные трудности холодных звонков. Трудность первая. Владельцы бизнеса сегодня ожидают звонка только от владельца бизнеса. И необходимо понимать, что звонки сегодня холодные буквально полностью умерли, сдохли, как вы говорите, в разделе B2C – Business to Customer. Бизнес, звонящий клиенту. Но они прекрасно еще работают в разделе B2B – Business to Business. При одном условии владелец бизнеса, ожидая звонка от другого владельца бизнеса, на самом деле, а владельцы бизнеса звонить не хотят. И звонки эти делают люди, которые не обладают ни репутацией, ни знаниями, ни возможности понять решение ни по поставкам, ни по цене. Поэтому очень трудно сегодня пользоваться этим инструментом, когда фактически он в руках неумелого человека. Вторая трудность, которую мы поняли, что начальники HR-отделов компании не умеют нанимать на работу хороших продавцов. Они сами не понимают ничего в продажах и берут не тех людей. Очень хорошую фразу сказал генерал Лебедь, когда он был начальником 14-й армии. Он сказал, что не каждый мужчина может быть воином. Некоторым место в тылу. Так вот, то же самое относится к бизнесу. Некоторым людям место в тылу бизнеса. Они могут заниматься республицией, бухгалтерией, даже делать сайты. Но они могут быть здесь, на передовой, заниматься обзвонами и непосредственно контактами с клиентами. Поэтому очень серьезный отбор должен быть для тех людей, которые будут заниматься обзвонами. Кстати, скажу с самого начала очень просто. Перестаньте проводить ваши собеседования с этими людьми. Просто поставьте перед ним телефон и наблюдайте, слушайте, как он звонит. Перестаньте с ним беседовать. Его беседа, рассказ о себе никак не влияет на его результаты. Отбирайте людей правильно. Третья трудность, которую мы обнаружили, то, что сегодня рынок поменялся. Поменялись привычки людей, и привычки влияют на манеры приобретения людей, привычных им покупок. Люди сегодня вооружены выбором. То есть, заметьте, даже какие выдачи выходят вам в поисковой системе, в Гугле или в Яндексе. На первых местах появляются сайты-агрегаторы. То есть, не одна компания, которая предлагает свои товары, свои цены, а сайты, которые агрегируют вместе все компании, чтобы даже на одной странице пользователь мог сравнить, лучшие для себя цены, либо лучшие условия. Это все работает против нас в звонках. Сегодня я скажу вам о том, как мы обошли все эти трудности. Во-первых, что вы должны понимать? Что при найме на работу холодников, так называются те люди, которые делают холодные звонки, нужно взвинти ставки до максимального. Существует четыре степени мастерства продавца. И мы их все собрали в такую аббревиатуру, своеобразный джин. Джин-продаж – это четыре категории продавца, где каждая буква означает одну категорию. По нарастанию от буквы «Д» – самый простой продавец, до буквы «Н» в конце – самый мастерский продавец. Итак, джин-продаж. Что это такое? «Д» – это деньги. Это продавец, который, по сути дела, не умеет продавать, он просто умеет принимать деньги у других людей. Само собой, такие люди нельзя брать на холодные звонки. Это пример хорошей девушки, сидящей за кассой в магазине «Магнит». Она сидит, подходит человек с полной корзинкой, она пробивает эти продукты и расплачивается с ним. Но она не может продавать, она просто умеет принимать деньги. Далее, в аббревиатуре «Джин» – вторая буква «Ж». Это человек, продавец, который принимает людей, пришедшие к нему с желанием. Скажем так, сидит девушка в магазине продажи мебели, и она продает стулья. Приходит человек, говорит, у меня желание, хочу купить стул сильно. Она покажет ему 10, 5, либо 3 варианта. Он выбирает лучший, который ему подходит. Это очень простая работа. Она труднее, чем просто принять деньги у человека. Но все же простая, потому что ты просто совмещаешь желание человека с предметом желания, и они вместе уходят из твоего магазина. Таких людей мы тоже не берем на холодные звонки. Далее, уже большая квалификация – это буква «И» в аббревиатуре «Джин» – продаж. «И» означает «интерес». То есть человек пришел к тебе с интересом. Представим другую ситуацию. Сидит та же самая девушка в магазине мебели. Заходит человек, говорит, я просто к вам зашел посмотреть, мне интересно, что вы здесь продаете. И требуется довольно-таки высокая квалификация продавца, чтобы из интереса сформировать у него желание, и из желания заставить его достать деньги из кармана. И есть последняя категория. Вот «Джин» – продаж. Именно этих людей берем на холодные звонки. Это буква «Н». Не человек к тебе приходит, а продавец приходит к нему и формирует интерес, формирует тебя желание и заставляет им достать деньги из кармана. Вот очень важно. Нанимайте только таких продавцов. Сегодня это становится сделать труднее. Труднее, потому что люди разучились общаться. Люди общаются в социальных сетях. Владельцы бизнеса, даже малого бизнеса, которые должны сами, по идее, заниматься холодными звонками, они будут часами оттачивать все свои кнопочки на сайте купить. Они будут днем и ночью размещаться в «Яндекс.Директе», экспериментировать там чего-то с своим сайтом, но не сделать того самого ключевого звонка. Люди сегодня плохо общаются. И найти таких продавцов по телефону холодников, то будет делать холодные звонки, очень-очень трудно. Это все еще возможно. Все, что нужно для этого сделать, это занятие ставки и брать только джина в продаж. Тех, которые могут вторгнуться в чужое пространство и продать там, даже когда его не звали. Это первое, что мы сделали. Знаете следующее? Хотя Custom Acquisition Cost, стоимость приобретения клиента, очень низкая в холодном звонке, все-таки кто-то должен платить. Да, мы не платим за клиента, когда мы звоним ему и приобретаем этого клиента, но эта плата происходит задолго до получения клиента. И одна из этих оплат будет на этапе найма хороших продавцов. Требует огромное количество времени, сил и даже денег, чтобы найти этого продавца и в итоге нанять его. Но это наша оплата за бесплатные фактически лиды, потоки клиентов. Поэтому тратьте огромное количество сил и времени на этом самом главном этапе найма правильных людей. Не каждый человек может быть на фронте бизнеса. Не каждый может продавать. Поэтому выбирайте их очень старательно. Далее идем. Когда вы уже хорошего продавца наняли, необходимо обучить его работать с пятью самыми главными возражениями. И это не возражения, которые «мне сейчас нет времени, я сейчас занят», все это мнимые возражения. Есть пять самых главных возражений у человека, которому мы звоним. Все они попадают в категории просто «я», «ты», «он», «она», «оно». Вот каждое из этих местоимений – это возражения. Давайте их разберем более подробно. Возражения «я». Босс бизнеса достиг высокого уровня. И когда ему звонит просто мальчик, Вася Пупкин, он думает «я босс, а ты, Вася, чмошник». Честно говоря, такие мысли возникают. И с этим возражениями необходимо работать. Да, действительно, он имеет такое право, потому что он принимает решения в своем бизнесе. И он не хочет говорить с тем человеком, который фактически не принимает никаких решений ни по поставкам, ни по срокам, ни по ценам. Ему нужно равноправное общение. Поскольку сам босс этого бизнеса звонить ему не собирается, мы должны сделать так, чтобы тот Вася Пупкин, который будет ему звонить, говорил с нужным авторитетом. Это очень важная вещь. Что можно здесь делать? Самый частый ошибок, который мы нашли в этих компаниях, мы обнаружили, что холодники, люди, которые занимаются холодными звонками, они звонили и называли другого человека по имени и отчеству, а сами представлялись своим именем. То есть если мы общаемся на равных, и если даже мы не обладаем таким авторитетом, мы должны эту иллюзию общения на равных создавать, если его зовут Михаил, то меня зовут Иван. Всегда пытайтесь общаться с тем человеком на равных. Помните, в рейме дисфильма «В погоне за счастьем» Крис Гарднер, которого прекрасно играет в Вилл Смит в этом фильме, он делал обзвоны, но он даже не клад трубку. Вот очень важная вещь ваша энергетика во время звонка. Если вы звоните, даже не кладя трубку, вы накапливаете такой позыв сил огромный, настолько их много у вас, что это придет вам авторитету. Это очень важная вещь. Очень серьезно относитесь к вашему авторитету, потому что если возражение «Я крут, а ты чмошник», на другом конце телефона не развеяно, то этому человеку буквально невозможно продать. Он говорит, что у него нет времени, он сейчас занят, ему ничего не нужно. Но настоящее возражение будет, что он сейчас очень значительный, и он не собирается разговаривать с тем человеком, который просто не принимает никаких решений. И это возражение нужно обязательно развеивать. Пойдем дальше по этим возражениям. Следующее возражение, кроме «Я» идет «ты». «Я ты», «ты не знаком мне», «я тебе не доверяю». Это самое сильное возражение. Знаете что, я прослушал много тренингов по продажам, был на них, слышал сейчас других тренеров. У меня такое ощущение бывает, возникает, что цирк распался, клоуны сбежали, работу не нашли и стали обучать людей продажам. Многие обучают обманывать. Ни в коем случае. С самого начала для себя осознайте, что мы продаем бизнесу, это B2B продажа. Человек, который мы продаем, достиг высокого положения в этой компании, и продать его, обманув его, это не просто невозможно, это какая-то утопия. У нас длинный цикл продаж. Чтобы продать этому человеку, необходимо встречаться, встречаться и встречаться. Это как избирательная компания в президенты. Ты не можешь обманывать его на этом этапе, на том этапе. Ложь будет выявлена. Это очень трудно обманывать. Да и зачем это делать? Еще одна вещь. Я вижу людей, которые обманывают. И заметьте, я не сказал людей, когда они обманывают, я сказал, которые обманывают. Если он обманывает, по нему видно, что он вообще врет. Если он не врет, это тоже по человеку видно. Поэтому, помните, вы в этом бизнесе, видимо, надолго. Струйте себе репутацию. Никаких обманов. Это самое главное правило. Я обучаю людей так, в спикер-клубе, где я обучаю людей выступать публично. Ты не можешь быть на сцене тем, кем ты не являешься в жизни. Иными словами, правило NLP гласит, we cannot not to communicate. Мы не можем ни вещать, ни общаться. Если ты врешь, если ты в чем-то не договариваешь, это вещается сквозь твою мускулатуру в мышцах, сквозь тон голоса. Это как-то транслируется. И вам будут сказаны отказы. Поэтому очень важная вещь. Нанимая людей. Нанимать людей с стопроцентным доверием. Вот сделайте себе такой пункт. Рейтинг доверия этого человека высокий. Если я ему доверяю, то он продаст. Нет доверия, нет продажи. Думайте о вашем телефонном разговоре, холодном звонке так, что во время съемки фильма в Голливуде сценарист планирует эмоциональную кривую своей аудитории. Люди должны все больше и больше чувствовать напряжение фильма, все больше и больше вовлекаться в него. То же самое должно делаться с доверием во время холодного звонка. Если доверие нарастает, то мы выходим скоро к продаже. Если доверия этого нет, происходит обрыв, никакой продажи не будет. И помните еще одну очень важную вещь. Во время холодного звонка вы не можете построить достаточно доверия для продажи. Все, что вы можете продать, это встреча с этим человеком. И пока вы только этого добиваетесь. Никакой продажи быть не может. Доверия не хватает. Пойдем дальше по этому списку возражений. Это было возражение «Я». «Я крут, а ты чмошник, не достоин со мной разговаривать». Второе возражение было «Ты». «Ты новый в моей жизни, я тебе не доверяю». Дальше «Он». «Он поставщик у меня уже есть, и ты мне не нужен». Это очень серьезное возражение. И вот это возражение нужно будет идти либо в цену, либо в качество. Рекомендую сделать следующее. Если вам говорят, что у нас уже есть поставщик, задайте простой вопрос. А вы с ним как-то кровью связаны? Или готовы рассмотреть лучшие предложения на рынке? Это сильная фраза по многим причинам. Первая из них – люди всегда находятся в каком-то сне. Мы видим сны, когда мы спим, и видим сны, когда мы бодрствуем. И наша задача, поскольку мы вторгаемся в жизнь другого человека, разбудить его из его сна и в свой сон погрузить. И фраза «А вы с ним кровью связаны?» как-то будет, правда? То есть это сильная фраза. Используйте эту фразу, чтобы в дальнейшем хотя бы человек выслушал вас. Все, что вам нужно сейчас – это купить следующую минуту вашего разговора. И эта фраза обычно это делает. Перейдем к следующему возражению. Я – возражение. Ты – он – возражение. Она – цена слишком высокая. И это очень серьезное возражение. Что я рекомендую людям делать? Если вы продаете, скажем, вы торгуете кровельными материалами. Еще одна вещь, стоит обязательно дополнить. Помните, что холодные звонки значительно уступают холодным визитам. Если ваши клиенты как-то географически вместе сосредоточены, то есть коттеджный поселок, то гораздо больше имеет смысла их обойти и лично с ними поговорить, сразу выйти на ту встречу, которой мы добиваемся, время холодного звонка, чем им звонить. Итак, вернемся к примеру. Если мы продаем по телефону кровельные материалы, и мы звоним человеку, спрашиваем, хотите с нами сотрудничать? Так, образно говоря. Он говорит, нет, у вас цена очень высокая. Знаете что, сколько вы платите за ОСБ-3, например, спрашиваем другого человека. Я плачу 440 рублей, скажет он. А мы ему скажем, а мы его продаем за 385. Мы уже купили его интерес. Что мы сделали? Почему у нас дешевле оказалось? Мы вводим в список наших товаров так называемый лос-лидер. Лос-лидер – это товар, который мы продаем или по себестоимости, или в убыток себе. Хороший пример. Вы проезжаете мимо билборда большого рекламного счета «Перекрестка», и там рекламируется колбаса. Колбаса – «Перекресток» – 220 рублей. Ясное дело, «Перекресток» не зарабатывает на этой колбасе ни копейки. Но что он делает? Он привлекает нас этой колбасой. В магазинках приманка, крючок выкинут вместе с наживкой. Мы приходим, и вместе с колбасой покупаем капусту, овощи. Лучше кто-то купить хлеба, и даже с большим ящиком пива уйдет оттуда. Тем самым вся эта корзина является прибыльной для «Перекрестка». То же самое делаем мы. Помните, что у холодного звонка «Customer Acquisition Cost» стоимость привлечения клиента очень низкая. Он буквально бесплатный. Но где-то в бизнесе всегда кто-то платит. И мы должны будем обязательно здесь заплатить. Поэтому один товар снижается в цене специально, чтобы привлечь внимание этого человека, с которым вы разговариваете. Если он знающий в этом рынке, а мы думаем, что он знающий, мы не располагаем такую даже мысль, что он глупый, мы можем его обманывать. Мы имеем дело с умными клиентами, и мы заточены изначально на долгосрочную работу с этими людьми. Поэтому на один товар вы снижаете цену, делаете лос-лидером, чтобы продавать во время вашего холодного звонка. Пойдем дальше. Следующее возражение. Я возражение было. Ты, он, она и оно. Оно – это время. Время очень ценно. Ты мне звонишь, ты меня прерываешь. Обязательно будьте очень лаконичны. Фактически ваша лаконичность еще влияет на ваш авторитет. Есть такое понятие, что чем более лаконично вы говорите, тем больше вы знаете ваше дело, тем более вы профессиональны, и тем выше ваш авторитет. Еще одно вещь рекомендую. После вашего представления во время холодного звонка, этого я коснусь позже, но представление – это одно из самых важных вещей вашего холодного звонка. Не думайте, что это такая формальность. Меня зовут Такта Такта, и я вам сегодня предлагаю ни в коем случае. Ваше представление – это, пожалуй, самая важная фраза вашего звонка. Я сейчас расскажу, как ее делать. Но после представления вы говорите фразу «Есть минута». «Есть минута» – это фраза, вводящая временное ограничение. Фактически она развеивает возражение «Оно», «Время» очень ценно. Все, что вы просите пока, только минута. И, честно говоря, пока у вас нет того счета доверия, как в банке есть счет денег, который копится, того счета доверия, который вы накопили бы уже, чтобы больше купить, чем минуты разговора. И если вы развеиваете все эти пять возражений, повторю сейчас, «Я крут, а ты чмошник», говорите на уровне с другим человеком, «Ты, я тебя не знаю», «Я тебе не доверяю», помните, что это самое серьезное возражение. Если есть доверие, возможно продажа. Тоже ваш вопрос. Работали сегодня еще холодные звонки? Послушайте, везде, где есть общение, возможно доверие. Везде, где есть доверие, возможно продажа. Если раньше покупатели покупали то, что они потребляли, то сегодня к этому правило добавилось. А и покупают они у того, кому они доверяют. Поэтому доверие, я бы сказал, это самое важное из всех пяти этих возражений. Третье, «Я», «Ты», «Он», «Он», «Мой поставщик» у меня уже есть. Да, вы ему говорите, а вы с ним кровью связаны? Это будет другого человека. Она, цена высокая. Вы предлагаете ему одну цену из списка своих цен, как лос-лидера. Это привлекает его внимание. И оно, время, очень ценно. И развеивая все эти пять возражений, у вас есть очень серьезные предпосылки, чтобы встретиться с этим человеком и обсудить дальнейшие условия. Пойдем дальше. Теперь отдельная тема. Скрипты продаж. Вот здесь есть огромное количество заблуждений. Когда мы начинали заниматься обзвонами, мы написали эти скрипты, мы их протестировали, мы их улучшали. Потом все-таки мы не могли долго игнорировать реальность. Люди сегодня не хотят общаться с живым автоответчиком. Поставьте себя сами на место человека, которому звонят. Более того, давайте это более научно обсудим со стороны этих пяти возражений. Если человек звонит мне, я же чувствую, что он говорит по бумажке. Возражение «я» – крут, а ты чемошник, не развеивается. Доверие. Какое может быть доверие, когда он читает по листу? Там вообще нет этого человека. Это просто человек с листочком бумаги. Все эти пять возражений никак не развеиваются, когда мы работаем со скриптами. И скрипта мы оставляем. Вступление, коснусь этого позже, концовку, очень четкое, ясное, назначение встречи с вашей стороны и содержание. Давайте теперь… То есть скрипты важны, но только вступление, концовка, середина заполняются вашими мозгами, а не надписями скриптами. Так, теперь конкретно по этому вступлению. Я понимаю, что это тренинг фактически, это тема для большого тренинга холодной звонки. Но сейчас я ужму самое главное, чтобы у вас было представление, что вы можете делать, как в каком направлении работать. Ваше вступление и начало телефонного звонка… Еще раз повторю, это самая главная часть холодного звонка. И вы должны в этом вступлении сделать две вещи. Первое – репутацию построить и обещание дать. Фактически это очень мудрая вещь, думайте. Продажи – это PR – построить репутацию, две буквы как аббревиатура, и OD – прод, обещание дать. Если вы построили репутацию, если вы обещание дали, очень высока вероятность у вас купят. И вы должны это сделать во время холодного звонка в первые две строчки, если это будет скрипт, первое предложение. Как бы я это сделал? Представим себе, что я продаю мои тренинги по продажам. Я звоню человеку, которого зовут Иван Иванов. Иван Иванов, здравствуйте. Да, здравствуйте. Меня зовут Александр Герасименко. Я один из ведущих бизнес-тренеров в Москве. Скажите, вы меня знаете? Вы обо мне слышали? Так будет правильно. Знаете, что я здесь сделал? То есть в этом предложении я построил репутацию. Не важно, что я там говорил. Скажите, вы обо мне слышали? Уже говорит, что, возможно, человек влиятельный и значительный. И мы сейчас разговариваем на равных. Я сейчас парирую возражения. Я крутой тычмошник. Я парирую, можно ли мне доверять? Абсолютно все эти вещи парируются одним действием. По строению репутации. Допустим, он говорит, что, возможно, меня знает. Возьмем худший сценарий. Он не знает меня. И после фразы, скажите, вы обо мне слышали? Я скажу, компании, которые используют мне методы, обычно удваивают продажи в течение года. Есть минута. Ух ты! Я фактически дал ему обещание. Очень важная вещь. Отчеканьте эту первую вашу фразу. Поставить репутацию и обещание дать. До сумасшедшей уверенности. Сделайте так, чтобы помните, что многие вещи после этого видео, которое вы посмотрите, вы будете в интервью своей компании. Они у вас сразу не сработают. Все очень просто. Общение – это набор привычек. Доведите ваши знания до привычек ваших исполнителей, чтобы они это говорили, когда их ночью будет. Вот так они должны эти вещи говорить. Итак, это было вступление. Вступление холодного звонка всегда отражает ваше построить репутацию и обещание дать. Все это в первые две строчки. Далее. Основное содержание. Это отдельная тема. Существует несколько вариантов, как построить основное содержание. Скажу лишь коротко. Используйте, очень важно, ключевую терминологию. Что такое ключевая терминология? Смотрите. На Украине проходит АТО. АТО – это антитеррористическая операция. Так правительство назвало фактически войну против своих же народов. В России мы не намного лучше. У нас есть ВКС – военно-космические силы. Почему они космические? Это ВВС всегда был – военно-воздушные силы. Ну, космические. Так они очень добрые. Так они нечто будущее позитивное. Вот что делается всегда с названиями. Министерство обороны. Фактически это министерство войны. Министерство здравоохранения – это министерство болезни. Но изобретение специальной термины, которые позиционируют эти вещи в нашем сознании, в правильных местах, то же самое должны делать вы. Ваши продавцы, ваши люди, которые делают холодные звонки, должны очень хорошо знать ключевую терминологию. Это очень важно. И далее, концовка вашего разговора. Помните, все, что вы продаете, вы продаете следующую встречу. Не больше, не меньше. Мы не продаем товара. Мы не продаем еще ничего. Потому что у нас нет того рейтинга доверия. Мы его еще не заслужили. Все, что можно сделать в следующей встрече. Так вот, вы сами, как продавец, назначаете встречу тому, которому вы звоните. Не ждите, он не предложит вас. Я, когда я буду свободен, не спрашивайте его ни в коем случае. Вы решительны, вы уверены. Вы ведете встречу, хотя ей не доминируете в открытую. Так вот, вы говорите, вам удобно завтра в 11 часов? Вы спрашиваете человека. Если вы делаете все эти вещи, то есть, первое, обязательно осознайте трудность холодных звонков. Общество сегодня поменялось. Требуется высочайшая квалификация звонящего. Если вы это сделали и отобрали настоящих джинов продаж. Не тот, который берет деньги, буква D. Не тот, который же обслуживает тех, кто желанием пришел. Кто с интересом пришел. А которые не к нему пришли, а он сам к ним пришел. Если вы набрали джинов, обучили джинов развеять все эти пять возражений. Я крутой тычмошник. Ты мне не знаком, я тебе не доверяю. Он, поставщик у меня уже есть. Она, цена очень высокая и время очень ценно. Если вы все эти вещи развеяли и построили очень сильное вступление, содержащее репутацию и дающее обещание, наполнив основную часть ключевой терминологии и закрыли продажу вашей встречи очень сильно, то гарантированно ваш отдел холодных звонков работает. С вами был я, Александр Герстименко. До встречи.